В начале аппаратного совещания глава области Сергей Морозов сказал, что на повестке дня находятся вопросы экономического блока. Принимается бюджет муниципальных образований, проходит процедура согласования основной финансовый документ региона. Но волей судьбы пришлось поговорить и об иных делах. Первой темой аппаратки стало обсуждение другого законопроекта, регулирующего деятельность общественной палаты. Изменения прошли на федеральном уровне, теперь нужно отразить их и региону. Мы, наверное, одни из самых первых, да самые первые, так уж, давайте честно скажем, постараемся наделить общественную палату не только правом внесения законодательных инициатив, но и правом жесткого народного контроля за деятельностью депутатов всех уровней, от поселенческого до Государственной Думы. Законопроект собираются внести в ЗАГС Собрание уже в середине ноября, а новый состав общественной палаты соберется в июне следующего года. Работать он будет в течение трех положенных лет. Новый закон по общественной палате отражает ряд параметров и пунктов тех моментов, которые в нашем региональном законе уже есть. Поэтому вот два направления мы для себя определили, по которым будем работать. Я думаю, что до 15 ноября нам удастся максимально широко обсудить новый законопроект, в том числе и через встречи с общественностью и в рамках юбилейных мероприятий, посвященных десятилетию общественной палаты. Кстати, 31 октября областная общественная палата отметит свой десятилетний юбилей. За годы работы учреждение успело хорошо зарекомендовать себя в глазах ульяновцев. Глава области распорядился заняться подготовкой к торжествам. От праздничной темы перешли к экономической прозаике. По итогам 9 месяцев года Ульяновская область заняла первое место в ПФО и четвертой в России по налоговому поступлению. К сожалению, не все муниципальные образования сработали плюсом к прошлому году. То есть, если областной бюджет сработал с плюсом 7 миллиардов 290 и темп роста составил в прошлом году 135,7%, то по муниципальным образованиям отмечается снижение к прошлому году на 82 миллиона. По муниципальным образованиям собрано 4 миллиарда 992 миллиона, это составляет 98,4%. Но останавливаться на достигнутом не планируется. Сергей Морозов рассказал собравшись им о подписанном распоряжении о мерах сокращения неэффективных расходов. К этому прибавится и поиск новых возможностей пополнения областной казны. Наша сегодняшняя, на текущий момент задача, в общем-то, не меняется. Мы должны с вами поддержать экономический рост. И прежде всего через очень бережливые отношения к имеющимся средствам, которые есть у нас в регионе, в развитии каждого муниципалитета. И одновременно каждый из вас должен опять, как и в предыдущие годы, лично заняться увеличением инвестирования в экономику. Только от поиска новых инвестиций займутся не все нынешние главы администрации. Но обо всем по порядку. На неделе ожидается существенное похолодание. И сезонный вопрос поставок тепла в дома жителей области остается на первом месте. Несмотря на то, что отопление в этом году начали давать сравнительно рано, до сих пор без тепла остается почти 80 домов. В Катницком поселении не запущена одна котельная. Также, Олег Геннадьевич, необходимо сегодня-завтра эти вопросы решить. С точки зрения технической готовности там вопросов нет. Осталось оформить документы. И по городу Ульяновску в 11 домов тепло не подается. Завершаются работы по модернизации инженерно-технических коммуникаций. Каждая из этих домов находится на контроле. На этой неделе за каждым домом персонально закреплены сотрудники. До 14 числа все работы в этих домах должны быть полностью завершены. И тогда у нас к концу недели полностью весь объем всего жилого фонда на территории региона должно быть подано тепло. Незапущенная котельная в Силикатном стала последней каплей терпения областного руководства. Губернатор предложил главе администрации Сенгилейского района Олегу Монаковскому незамедлительно сложить свои полномочия. Срыв отопительного сезона – лишь вершина айсберга. А то у него что-нибудь спросили, за воду он не отвечает, за уборку, за дороги, за все остальное, за школу не отвечает. Все у него кто-то виноват все время. Ну не может же быть такой, что весь район виноват, а он один хороший. Давайте закончим с этим руководителем, который не хочет быть руководителем. Я хорошо помню, когда я ему говорил, что у тебя есть уникальный шанс вписать свое имя в историю. Ты местный, ты прошел огромную школу в правительстве региона. Ты проверял и выявлял все недостатки. Ты понимал о том, вот где эти причины и условия, которые способствуют тому, чтобы это появилось. Такие проблемы. Понимаешь свою ответственность? Понимаю. Желаешь? Желаю. Значит мы ошиблись. Глава области распорядился, чтобы все руководители муниципалитетов приняли участие в составлении регионального плана развития конкуренции. Свои предложения они могут направлять директору Центра управления реформами Олегу Асмусу. За новыми инвестициями ездила ульяновская делегация на главную агропромышленную выставку страны «Золотая осень». Другое инвестиционное соглашение является продолжением нашей политики по развитию молочного производства. В Цельнинском районе будет построена молочно-товарная ферма на 1040 голов дойного стада. Что интересно в этой ферме, то есть на нашей территории впервые будет применена технология доения с помощью дойеров-роботов. В следующем году по-новому будут работать не только общественные пола. С 1 января вступит в силу новая система сбора и утилизации твердых бытовых отходов. Самая главная проблема решима – это вывоз, плата за вывоз частных владений. Почему мы до сих пор не можем справиться с сельской местностью? И вменить. Кто хочет, тот платит. Кто не хочет, тот не платит. С 1 января платить будут все. Одним из проблемных моментов подготовки к системе остается внесение или внесение полигона по утилизации отходов в Новоспасском районе. Глава области распорядился в кратчайшие сроки решить этот вопрос. На этом понедельничное аппаратное совещание в правительстве завершилось. Егор Титов, Юрий Конихин. Новость Ульяновской правды. 7 лет. – Семёная плата... – Семёная плата... – Дом conceal cabinet. Продолжение следует...